Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, вновь немножко не как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, потому что мы сегодня начинаем новую книгу Торы, книгу Шмот, вторую книгу Торы. И очень много происходит в этой главе, от начала до окончательного рабства, но главное, это, конечно, на первый план истории выходит Муше, и больше со страниц нашей святой Торы он не уходит. Даже в той главе, где он ни разу не упоминается, он все равно, конечно же, там присутствует. Но этот выход Муше на первый план, он не происходит в один день, потому что воспитывается он как египтянин, как египетский принц. Потом Медерш говорит, что он был достаточно долгое время царем в государстве Куш, потом он становится пастухом в Медьяне, и к тому времени, что к нему обращается Всевышний, у горящего куста он уже проживает много жизней. И тогда можно понять ответ Муше на, так сказать, предложение, или, точнее, не предложение, а назначение его спасителем еврейского народа. Он спрашивает у Всевышнего, а кто я такой, чтобы идти спасать еврейский народ? Муше продолжает и задает Всевышний вопрос, а кто ты такой? У меня евреи спросят, кто тебя прислал? Я должен ему сказать, кто тот Бог, который меня прислал? Всевышний отвечает ему на второй вопрос и говорит странную фразу, что я такой, как я есть, и я шире, что это значит, это другой вопрос. Но почему Всевышний отвечает на первый вопрос? Муше Рабейн в первую очередь спрашивает, кто я такой? Но может быть, может быть, именно то, что Муше задает этот вопрос, кто я такой, уже одновременно является и ответом. Потому что подобный вопрос задавался раньше. В самом-самом начале Торы, когда Всевышний сотворяет нашего первого человека, первого нас, Адама Решона, после того, как Адам, в прямом смысле словно, заблудился в двух деревьях райского сада, ведомый своей похотью, Всевышний его спрашивает, а Ека, где ты? Кто ты? Зачем Всевышний задает вопрос Адаму? Адам пытается прятаться от того, кто он есть. И Всевышний ему говорит, кто ты сейчас такой? Ты все время должен спрашивать себя, где я нахожусь? Кем я являюсь? Всевышний ему напоминает, что ты плод рук Всевышнего, как такового ты по образу и подобию. Как ты мог заблудиться в этих двух деревьях? Все, что нужно было делать, просто продолжать до Шабата. И вот тут, через много столетий, даже тысячелетий, приходит Муше. Муше, который просто задает этот вопрос. Кто я? Это, с одной стороны, конечно же, риторический вопрос, но на самом деле это очень важный вопрос, который и определяет, почему Всевышний назначает Муше спасителем еврейского народа. Да, Муше Рабейну растет как египтян, как египетский принц, но когда впервые он ощущает свою связь с еврейским народом, он выходит и он ступается за другого еврея. Это ему потом вышло клином, но он чувствует боль своего народа. И кем бы он ни был, пастухом, царем, священником и так далее, ему болит за другого еврея. Он, это его самоидификация. Он чувствует боль каждого еврея. И когда фараон говорит Муше и Аарону «Лехолоси влотехем» «Идите к своим страданиям», имея в виду, что они в рабстве не находятся, они не могут, потому что Аарон, как и Муше в первую очередь, они чувствуют эту боль другого еврея. Иосиф Соловейчик, один из важнейших раввинов 20 века, видит, что происходит в это время, в его период, когда еврейский народ находится в этом кризисе, еврейская самоидификация, и никто не может толком ответить, кто я такой сегодня, а сегодня уже в 21 веке это все только усугубляется. Он говорит, да, сегодня есть совершенно разные адификации евреев, религиозные, нерелигиозные, верующие, неверующие, соблюдающие, не соблюдающие в такой кипе-сякой кипе. Но он говорит одну вещь. Все то время, что тебе болит за другого еврея, ты являешься частью еврейского народа. Поэтому вопрос Муше, это постоянный вопрос, который мы должны задавать себе. Кто я такой? Все то время, когда мне не безразличен другой еврей, я являюсь частью еврейского народа. Я Муше в это время. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok